грабежи какие-то были жителей очень многие жаловали что пропадала золото ну и вот оргтехника та которая с дк на более информации не владею золото пропадало это из квартир скрытых или это там где они заходили базировались непосредственно в помещении потому что занимали занимали дома частного сектора многоквартирные дома многоквартирные а жители просто выгоняли а жители да выгоняли то есть идите куда хотите ну да у вас есть 15 минут на сборах все да да и также забирали машины которые были гражданские клеили либо желтую либо голубую полоску и использовали по назначению очень много жалоб которые люди потеряли как бы лично авто ну очень много это сколько примерно хотя бы ну на сегодняшний день обращение поступило предка 7 что до официальных зарегистрированных обращений на данный момент 7 что были изъяты машины личного личное личное авто для спец операции скажем назовем их так но и не были возвращены владельцы а как вы думаете зачем украинские военные так себя вели в отношении к мирному жизни знаете никто не задавал этим вопросом и даже очень тяжело и страшно рассуждать и размышлять на эту тему но я понимаю что защитник родины они должны защищать и мирных жителей что не в виде в нас в жителях донецкой области видели потенциальных врагов вот мне даже тяжело и больно об этом думаете не знаю то есть обращались как с врагами как с комбатантами да 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 единственно вот что могу сказать откровенно и то что нам пришлось пережить за весь период проведения спецоперации военные которые пришли уже нас освобождать днр батальоны вот это именно не просто военные это люди которые помогли нам выжить которые ну это слов не скажешь это не ну это не кривя душой парни отдавали свои пайки старикам и детям ну вот за ту армию ничего не могу хорошего сказать но здесь если бы не 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 военный днр которые заходили освобождали прочувствовать все территории там уже разнакомились в итоге они на наших детей и стариков они просто спасли от голодной смерти меня зовут погаси ольга ивановна я председа бывший председатель поселка камень при украине канавка владимир васильевич да где мы сейчас находимся мы сейчас находимся в городе как городе мариуполе поселок каменск первомайская дом 21 и 23 они рядом два дома на данный момент возле 21 дома скажите пожалуйста как вели себя украинские военные после начала специальной военной операции агрессивно можно так сказать мягко агрессивно потому что на народ выгоняли с домов там где которые были дома стратегически важны и то бишь для огневых точек один из соседей соседнего двора вышел сказал что этого что творите тут мирные люди женщины дети старики ну после этого прозвучало несколько выстрелов то бишь 2 выстрела в корпус ну а последний был выстрел голову и со словами перед этим он спросил это что тут живешь на дарт я здесь живу но но застрелил контрольную голову сделал и сказал живи сука дальше тут теперь будет снова ногой ушел как раз на этом месте мы как бы находимся где его застрелили то есть его застрелили прямо здесь в принципе да на этом месте он убежал скажите а с вами что произошло ну я чуть папа же тоже сосед подошел когда они еще начали завозить сюда вооружение вот выносить минометы так понимают жевелины в общем тяжелое вооружение и нести соседние подъезды получается в четвертый подъезд они на крышу заносили ну сосед подошел олег с этого подъезда говорит ребят вы что творите и тут вообще-то дети мирные жители они его послали куда подальше ну а смотрю это обстановка накаляется дом подойду хоть чтоб не один он был как бы ну как бы побольше людей чтоб как бы может остановить их ну в итоге меня за грудки ухватили со словами иди куда подальше такой-то матери ну и говорит я тебя сейчас пристрелю ну стреляйте тебе легче станет отпустил может одумался но просто ему сказал там потом встретимся разберемся ну наверное чё-то наверное ёкнуло скажите это были подразделения в ссу и азовцы азовцы были это были именно азовцы потому что азовцы но они отличаются и агрессивностью и экипировкой и вооружением именно здесь вот похоронены да я которого застрелили азовцы тут он и похоронен все это могила игоря как фамилия козырев игорь игоря козырева которого застрелили азовцы а какого числа это было честно говоря уже не помню ну примерно 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 тут уже все числа перед перепутались но это по-моему подожди февраль по он начало марта начале марта до начала марта была первая половина марта то бишь международный женский день мы в подвале отмечали оля когда игоря застрелили начало марта